В регионе не хватает около тысячи педагогов. Дефицит не такой острый, как с врачами, но все же ощутимый. Молодых перспективных учителей ждут во всех уголках региона, в школах, лицеях и садиках. Что сейчас беспокоит выпускников педа и как молодых преподавателей заманивают на работу, Илья Лобов узнал на ярмарке педагогических вакансий. На ярмарке вакансий учебные заведения надеются найти молодых перспективных сотрудников, а студенты встретятся с будущими работодателями. В последние годы в школы области пришло в три раза больше молодых учителей, чем раньше. Однако преподавателей все равно не хватает. Нужны учителя иностранных языков, физкультуры, а также трудовики, математики и физики. Но самым большим спросом пользуются педагоги начальных классов и воспитатели. Это обусловлено тем, что у нас все-таки хоть и небольшой, но рост рождения детей наметился. Открываются новые дошкольные учреждения, открываются места в новых дошкольных учреждениях. Но в силу того, что заработная плата в учреждениях дошкольного образования, все-таки среди категорий педагогов, она еще самая, так скажем, небольшая. Зарплату в этом году обещали дотянуть до средних значений по области. При полной занятости молодой учитель может рассчитывать на 21,5 тысячу. Еще один насущный вопрос – предоставление жилья. Например, в Мелехово молодежь заманивают квадратными метрами. Учителя иностранного языка найти действительно очень сложно. И у Ковровского района есть уникальное предложение. Одна из крупнейших школ района, Мелеховская первая, предлагает молодому учителю иностранного языка двухкомнатную квартиру в новом 48-квартирном доме. Однако большинство молодых ни за квартиру, ни за надбавки в село ехать не хотят. Для тех, кто точно решил связать дальнейшую жизнь со школой, самое главное – перспективы. Сельская школа представляет льготы, но потенциал города все равно больше. Свои дети, будущее детей будет зависеть от того, куда я могу их отдать. Но школа в селе, она маленькая страна, не того уровня. Я уже определилась на школу, в которой я пойду работать. Это будет Владимирская школа, в которой я очень хочу свой класс, хочу работать, хочу выпустить своих детей, хочу посмотреть, как они придут. Не знаю ничего, и как я их выпущу в пятый класс, и какими они там уже себя проявят. Но не все студенты так уверены в своем будущем. Многие вместо того, чтобы стоять у доски, идут работать в коммерцию или ищут другие, более прибыльные занятия. На данный момент в школы идут работать только 40% выпускников педагогических специальностей. Продолжение следует...